Плодоносное дерево узнают по его цветам, а хорошего спортсмена по поступкам. Приветствую вас победоносные моллюски, с вами Федорович, а в этом видео мы пустим слезу и убедимся, что в спорте еще осталось место для уважения и благородства. Потребность в пище сильнее потребности в любви, а потребность в славе сильнее, чем самосохранение. В каждом виде спорта можно получить серьезную травму, тем более в футболе. Фернандо Торрес в игровом столкновении потерял сознание, чем очень испугал коллег по команде, а соперники бросились его спасать. С возрастом получаешь, что хочешь, но теряешь, что имеешь. А вот будучи уже великим спортсменом, никогда нельзя терять человечность и скромность. Страна, в которой журналисты хуже проституток, не имеет будущего, а спортсмен, который признает свои ошибки даже за счет проигрыша, уже победитель. Минутка романтики, а если пацан еще и в бою победит, тогда ему точно перепадет. Предметы тень неразделимы, как победы и поражения в спорте. Но когда победитель утешает проигравшего, а не бегает с криками, что он лучший, это прекрасно. Танцы, это здорово, но только когда их выполняют прекрасные девчонки, а не потные мужики. Пуёль решил так же и разогнал своих коллег, чтобы не позорились. Если человек очень хочет жить, медицина бессильна. А если девочка очень хочет подарить цветы легендарному спортсмену, то здравый смысл тоже бессилен. А в этом трогательном моменте малыш помогает подняться такому же штепселю с другой командой, который не может встать на льду. Именно с такого возраста и формируются правильные ценности. Жить без мозгов не только легче, но и коллективнее. А вот умные коллективы заботятся и о других. Как команда Ливерпуля, проведавшая детей в больнице. Когда приходит беда, нужно полагаться только на себя. Но в спорте бывают красавчики, которые готовы забыть про победу ради помощи сопернику. Вред от денег бывает только когда их нет. А вот какой вред может быть от малого пацана, непонятно. Но охрана его боялась. Пока красавчик Неймар не осчастливил шкета. Часто ради победы спортсмены готовы жертвовать здоровьем. А потом за такую жертву, вместо похвалы, над ними стебутся коллеги. Проиграть иногда означает выиграть. Прямо как в этом непонятном моменте. В куче суеты и суматохи защитник взял мяч руками, показывая на то, что боковой судья сигнализировал штрафной. Но главный судья свисток не давал, поэтому поставил пеналь за игру рукой. Вот только соперники оказались более адекватные и просто выбили мяч в аут. Птица ищет где повыше, рыба где поглубже, а девчонки кто побогаче да познаменитее. Каждая хочет обуздать успешного спортсмена, но кому-то достается лишь пятюня кулачком. Сытость делает человека приятным, а голод полезным. А вот люди, которые даже в инвалидном кресле остаются приятными и полезными, это настоящие герои. Когда горят леса, не смешно. Смешно, когда горят поля, засеянные коноплей. Но не только конопля делает людей счастливыми. Для многих встреча со своим кумиром – это настоящее счастье, особенно для детей. Под маяком всегда темно, как и в душе многих успешных спортсменов. Но есть настоящие люди, которые проявляют человечность и снисходят к простым смертным. А ведь для многих пацанов простое пожатие руки с великим спортиком оказывает огромную мотивацию на жизнь. Оставлять кота сторожить рыбу нельзя, а вот отдать свой 47-й растоптанный размер кроссовок маленькой девочке – можно. Носить она их все равно не сможет, а вот постарожить до старости – сможет. Куда бы ни шел уверенный человек – это всегда вперед. А вот когда боксер тратит свое время отдыха, чтобы вынести стул сопернику – это сверхуверенности. Нет ничего смешнее, чем сама жизнь, а также ничего проще. Особенно если ты – маленькая милая девочка. Если конь – предатель, то соперник может быть спасателем. Иногда просишь одно, а получаешь гораздо больше. Есть великие спортсмены, которым даже мух с головы отгоняют, а есть которые остаются людьми и относятся ко всем, как к равным. Нужно прибавлять не годы к жизни, а жизнь к годам. А когда ты настоящая звезда, нужно дарить свой свет другим, а не сгорать от него самому. Они не курят, не пьют, не ругаются матом, а не прямо как животные. Но вот в душе легендарный Рональдо остается человеком. Он частенько помогает на поле своим коллегам. Одним камнем двух птиц не собьешь, а вот один гол в финале забить хочется, но не всегда получается, отчего многие неудачники ломаются. Но если есть поддержка команды, все будет хорошо. Как оказывается, даже у злобной гориллы есть сердце и сочувствие. Физкультура продлевает жизнь человека на 10 лет. Но эти 10 лет нужно провести в спортзале. Поэтому умные люди просто выбегают на поле посреди матча и попадают в историю без всяких там 10 лет тренировок. Вот все-таки женская солидарность это страшная сила. Могут толпой избить, а могут и спасти от позора. Выборотень это тот, кого мы выбираем в политике, а кумир тот, кого выбираем в сердце. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой самый трогательный момент был у вас. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Вот так. Клодрака одна, да? За дистанциями. Короче, я вот что делаю? Хлопу вырываю ключицу, эта ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Редактор субтитров А.Семкин